Здравствуйте, уважаемые студенты! У нас сегодня предмет защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и насекомых болезней. Тема первой лекции у нас это введение характеристика основных групп животных, вредящих сельскохозяйственным культурам. Из трех вопросов состоит характеристика типа круглосчервей, что такое энтомология задачи и предмет, характеристика типа членностоногих, характеристика типа моллюсков и характеристика типа хордовых. Энтомология – наука насекомых, от греческого слова энтомо – насекомое, логос учения. Насекомые представляют громадный класс животных, насчитывающих свыше одного миллиона видов. В соответствии с практическим значением для человека, насекомых условно делят на полезных и вредных. Общая энтомология изучает вопросы строения, образа жизни, разнообразие видов, отношения со средой. Сельскохозяйственная, лесная, медицинская, ветеринарная энтомология занимается вопросом научной разработки методов борьбы с вредными насекомыми. Основной задачей энтомологии является снижение или устранение потерь сельскохозяйственных культур от вредных животных организмов, как в период вегетации, так и при хранении. Вредители сельскохозяйственных культур многочисленны и весьма разнообразны, как по видовому составу, так и по их положению в системе животного мира. Из беспозвоночных сюда относятся нематоды, клещи, насекомые, представители брюхоногих, моллюсков, голые слизни, улитки, а из позвоночных животных – вредные грызуны. По количеству видов эти группы неравноценны. Примерно из 1 миллиона 300 тысяч видов животных, описанных к настоящему времени, наибольшее количество видов, более 1 миллиона, относятся к насекомым. За ними следуют клещи и нематоды. Для этих трех групп организмов особенно типично состояние биологического прогресса, характеризующегося по северцевым, численным увеличением особей данной систематической группы, прогрессирующим расселением, то есть освоением новых сред обитания, и возрастающим многообразием форм. Поэтому среди них встречается и наибольшее количество растительноядных видов или фитофагов, живущих за счет появившихся сравнительно поздно и многовековой истории нашей планеты, высших цветковых растений. В массе, размножаясь на культурных растениях, фитофаги могут наносить им существенный вред. Тип круглых червей, наиболее древний по происхождению, из рассматриваемых групп являются нематоды. Они относятся к классу аналогичных названий, являющимся основным в типе круглых червей или первично-полостных. Тип членостоногих насекомых, насекомые и клещи объединяются в тип членостоногих. Отряд клещей относится к классу паукообразных, входящих в подтип гелицеровых, а класс насекомых входит в подтип трахейно-дышащих. Следующий тип моллюски. Слизни и улитки относятся к отряду стебеля чатоглазых, подкласса легочных улиток, класса брюхоногих моллюсков или улиток, типа моллюсков. Моллюски или мягкотелые, от латинского слова моллюс мягкие, своеобразная обособленная группа беспозвоночных животных, насчитывающих свыше 108 тысяч видов. Тип хордовые. Грузуны и вредящиеся с хозяйственным культурой относятся к двум отрядам, входящим в состав подкласса плецетарных или высших зверей, класса млекопитающих, подтипа позвоночных, типа хордовых. Тип хордовый характеризуется развитием осевого скелета, представленного упругим гибким стержнем хордой или спиной струной, располагающей по главной оси тела. У большинства видов хорда является эмбрениальным органом, и у взрослых животных она замечается хрящевым или костным позвоночным столбом. На этом я заканчиваю. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их.